Самая непростая ситуация сложилась вокруг стройки на углу Московской и Курчатова. Работы здесь были приостановлены еще в начале 2015 года. На данный момент нет и разрешения на строительство, а срок договора аренды истек. Что ждет объект, пока не ясно. Судьбу недостроя решают в области. Там было три владельца. Один владелец умирает, и сейчас решаются наследственные дела. Для этого существует срок полгода. В январе месяце кончается, и Министерство Нижегородской области будет принимать решение о продлении договора на аренду или, так сказать, прекращении. Ситуация плохая по этому области. Поэтому не будем долго углубляться, но ситуация очень сложная. Мы давали отрицательные, для Мининвеста отрицательные заключения. Если договоры аренды не продлят, застройщик будет должен демонтировать возведенные конструкции за свой счет. А вот в истории с так называемым «синим забором» рядом с торговым центром Плаза, похоже, наметились положительные сдвиги. В свое время заказчик не получил разрешения на строительство, так как предоставил госэкспертизу на проект кафе, тогда как земля была выделена под возведение торгово-развлекательного центра. Заказчик получил отказ в связи с тем, что госэкспертиза не соответствует заявленному объекту. Был разговор с проектировщиками, кто делал этот проект. Они взяли на себя обязательство, чтобы в ближайшее время этот вопрос урегулировать с госэкспертизой независимой и, соответственно, по новой нам напишут заявление на разрешение на строительство. Если разрешение будет получено, в ближайшее время за «синим забором» начнутся строительные работы. Еще один объект, который попал в поле зрения депутатов – стройка на Московской, 21. Здесь возводится торгово-офисный центр. Разрешение на его строительство продлено до конца сентября текущего года. Лидия Шулаева, Владимир Лесик, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.